Ржавые трубы, отцеревшие стены, оголенные провода и вечные скрежи, доносящиеся из подвала. Это не фильм ужасов, а действительность барнаульского общежития по адресу Микронная 137. И это не декорации, а реальная жизнь. У нас было очень много детей. Мы постоянно здесь бегали, бесились. Здесь никто больше не играет, потому что играть-то не во что. Не то что играть, здесь даже жить нельзя негодует Дарья. Девушка недавно вернулась из Москвы. За пару лет отсутствия родной дом пришел в жуткое состояние. От ветхости и сырости из строя вышло почти все. Я не знаю, почему кран не замолкает. Проблема в том, что он один. С санузлом все интереснее. Их три. Но один неисправен, вторым пользоваться можно, но тогда затопишь первый этаж. А к третьему прилагается инструкция. Ну и вот это единственный работающий унитаз на все общежитие. И здесь не все так просто. То есть нужно очень аккуратно. Ну вот чтобы смыть, нужно... Вот она эта штука. В нерабочем состоянии также плиты и душевые. По словам Дарьи, управляющая компания перестала делать в общежитии ремонт, потому что на доме висит большой долг. За коммуналку платят не все. А те, кто платит, сдают и на общедобовые нужды. Порядка 150 рублей с квартиры. В месяц со всех жильцов выходит больше 20 тысяч. Но куда идут эти деньги, людям непонятно. А в управляющей компании отвечают. За эти средства-то это из зарплаты слесарей, которые туда неоднократно едут на аварию, дворник, который подметают. Сантехник и дворник в доме действительно есть. По крайней мере, так они себя называют. Два человека уже много лет живут в подвале общежития. Но в управляющей компании уверяют, никакого разрешения нет. И не те, это сантехник и дворник, кому уходят деньги. Да и выиграть непрошенных жильцов пытались не раз, но тщетно. Куда уходят деньги, нам, как и жителям многоэтажки, понятнее не стало. А ремонт, уверяют в управляющей компании, проводится. В прошлом году на средства регионального оператора отремонтировали электрооборудование. Очередь за туалетами и душевыми. Все, что нужно было, все отремонтировано. И поэтому до капитального ремонта до сущего дома дотянется. Будет замена коммуникаций, холодного, горячего водоснабжения и отопления. Если жители хотят ускорить процесс, то им нужно провести экспертизу дома, пояснили представители регионального фонда капремонта. Доказав, что жилье изношено, работы выполнят досрочно. А если нет, то жильцам придется еще год занимать очередь в единственный работающий туалет. Валентина Скирова, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости.